В поселке Егоршино Екатеринбургской епархии на областном призывном пункте завершаются работы по возведению храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. Накануне церковь обрела свой голос. Екатеринбургские благодетели преподнесли в дар храму два больших колокола. В день освящения колоколов священник Сергий Макушинский, под чьим попечительством ведется строительство воинской церкви, совершил в храме и краткий молебен. Господи помолимся, Господи помилуй, по благоухравимей стране нашей властей и воинствия, Господи помилуй, по граде силам всяком граде стране и верующих них, Господу помолимся, Господи помилуй. После молебна Батюшка, Пехчий, благодетели и наша съемочная группа поднялись на колокольню. Здесь отец Сергий с чечением особой молитвы окропил колокола святой водой. В районе поселка Егоршина впервые за многие десятилетия разлился мелодичный колокольный звон. Два колокола, больше из которых весит 140 килограммов, изготовили в Каменске-Уральском на колоколитейном заводе Николая Питкова. Помогли приобрести компаны-благодетели из Екатеринбурга. Лики их небесных покровителей, их имена украшают колокола. Первым предложил поддержку храму Вячеслав Васильевич Сериков. Он долгие годы помогает в восстановлении и других уральских святынь. С самого начала, когда я узнал о том, что здесь будет строиться храм, я вспомнил своих племянников, которые здесь проходили и когда-то неделями жили. И вот они испытывали такое состояние, они уже не гражданские, но еще не военные. И целую неделю тогда в жире они здесь были, оторвали от родителей, от всех. И вот что человек чувствует в этот момент? Конечно, у него какая-то, не знаю, душа болит, наверное, во всем. И вот здесь, когда родился храм, конечно, захотелось ему помогать. Храм возводится благодаря стараниям и финансированию Игоря Трошина. Шесть лет назад в разговоре со своим духовником, настоятелем пророка Ильинского храма города Артемовского, отцом Сергием Макушинским, он решил срубить небольшую часовню. Пошел разговор, там пять на пять срубить часовню. Ну, сильно переживал, потому что это же не баня и не дом, потому что дело первое. Очень трудно, как бы, оказалось, это кажется только так, что раз и все. Оказалось-то все намного серьезно и ответственно. Уже, как бы, примерно нарисовали рисунок, примерно свой эскизик деревянный. Потом говорю, без благословения владыки не буду. И был приглашен на крестный ход и освящение церкви Святой Троицы, поселок Красногвардейский. И у меня владыка на крестном ходу, когда мы крест устанавливали на везде поселка Красногвардейский, богословлял и поставил задачу устроить храм. И так потихоньку на малой родине Игоря Владимировича с благословения владыки Викентия и при поддержке духовного отца и священников началось зарождение храма. Как отец Николай Владюк говорит, ты хорошо, говорит, попал. Материально попал, но душевно зато отдыхаешь, потому что душа песни поет. Ну и потихонечку. Отец Сергий, конечно, меня как бы жалел, потому что, ну, трудно же, денег же надо же много, даже не часовня. А с другой стороны, я говорю, отец Сергий, главное надо начать. Потому что, ну, не смогу, кто-то все равно продолжит. Умру, не умру, там все равно, главное начать же дело такое. Вот. И потихоньку, потихоньку, шаг за шагом, и вот красота. Про таких людей, как Игорь Владимирович Трошин, говорят, человек – слово и дело. Благодаря его самоотверженному труду, горячей вере и надежде, сегодня построен православный храм. Настолько у него было желание построить, что, несмотря на все невзгоды, которые за шесть лет прошли строительство, он сумел без помощи каких-то властей соорудить такое здание. И причем он даже в отпуск не ходил. Все деньги, которые зарабатывал он, жена, семья, и все вкладывали в этот храм. И, конечно, когда он обратился с такой просьбой, что надо делать колокол, потому что если колокол не повесим, то будет задержка в строительстве колокольни. И вот сейчас, когда мы повесили колокол, у него будет возможность дальше строить, завершить это строительство. И вот это чувство радости, чувство того, что ты нужен, что твоя помощь действительно здесь пригодилась. Мы на правильном пути, уверен у строитель церкви. Православный храм необходим в областном сборном пункте в Егоршино. За минувшие призывы батюшка многократно совершал таинство крещения новобранцев. Перед отправкой воинских эшелонов отец Сергий обязательно совершает торжественный молебен, благословляя призывников на успешную службу в рядах Вооруженных сил России. Я сам когда-то, меня в армию как бы не забирали по зрению, но я пошел сам служить. Я отслужил и пришел сержантом стройбата. Ну, знаю, как это все непросто. Когда вот пацанов отправляют тут эшелоном, я знаю, что кто-то из них может не прийти, кто-то придет раненый, там побитый, покалеченный. А у всех матери, вот, и понимаю, как это все. И даже если учесть то, что отец Сергий во время призыва, последние призывы вообще были большие, по пять, по семь тысяч уходило пацанов с нашей области. Он бывало, что человек по 30 в день крестит. Ну, благодаря вот этому еще же лучше. И пацанам как вот, с утра литургия. Крестили, допустим, с утра, причастили потом, и пусть идут служат на год, тем более год. Так ведь, поэтому это очень хорошо. Это первый храм во всей области, который построен в честь победы в Великой Отечественной войне. В канун 65-летнего юбилея и памяти святого Георгия Победоносца в мае месяце совершит освящение престола архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Трудно строился, но зато радость большая от этого. Потому что легко ничего не бывает, добрые дела особенно.